Говорили, спасибо тебе, что ты даешь нам такие красивые города. Хотя у Ассирисов это взято от них 5, оно идет в движение. У нас здесь 4. Но бык, почему бык? Бык это символика у нас силы, силы и здоровья. Голова это ум империи. А на следующие ворота, когда будем выходить, увидим еще и крылья. Это зоркость ее. То есть везде летаю, все издалека вижу. Это Ассирисы? Конечно, вы то, что сейчас увидите. Здесь была архитектура, и здесь было все то, что использовали, самое лучшее в тех времен, которые они завоевали. То есть у нас здесь египетская, ассирийская, греческая культура. Я имею в виду, это культура сплоченная и взятая самая лучшая. Если вы видите, колонны, обязательно был потолок. Где нет колонн, были только глиняные стены, высотой по 14 метров. Вот это сейчас видите, что закрыли? Это те остатки глиняных стен, потому что они же уже не могут, понимаете, да? Они же, так сказать, совсем уже от солнца, как, не знаю, растают. Поэтому их уже, чтобы вот так закрепили, показать, что здесь были, например, вот такие стены внутри. Тело быка – это сила, и крылья – это зоркость. Голова мудрости. Перси. Но так как персы на первом месте, персы изображены солдатами в нарядной форме, то есть, ну, не традиционно, ну, парадной, вот, в парадной форме, а медит изображен уже военный. И в 10-тысячной армии могли быть только персы. Это просто охрана. Если это будет армия, там только будут персы. Обратите внимание вот на этот знак. Мы уже где-то с вами, я кому-то, несколько, кому-то сказала. Еще мы будем его встречать, и очень часто. Почему я говорю праздник Нового года? Это символика Нового года. То есть, лев кусает этого быка, ну, там и был какой-то козелчик был. Он его то, что кусает, он его гонит. То есть, он его выгоняет старый год, сам приходит на новый. Но через 12 месяцев каждый пришедший лев будет таким же, так сказать, быко, правильно. У них это равнодействие в это время происходит. У нас, говорю, солнце и земля получаются одинаково в своей силе. А потом уже идет обратно. 72 колонны. Здесь капители были не только за Киев, но и у центральных ворот были капители львов. Львы означает, что мы знаем уже, это власть, то есть шахская власть. Там же мы построили, поэтому свой дворец и Ападана уже закладывали для постройки. Этот дворец, видите, здесь нет колонн, потому что здесь никого не принимали. Это частный дворец, только жил в Шах. Дарий со своей семьей. Мы эту надпись видим на древнем персистом, то есть в языке, где написано тоже. Я Дарий Великий, я управляю народом Великой Персии по воле Ахуры Мазды. По воле Ахуры Мазды мне доверили эту землю, по воле Ахуры Мазды доверили этот народ. Также праздновать счастьем этого народа. На которой изображена одна из главных символиков чего? Именно религии зороастризов. Мы сами сейчас говорили про династию хаменидов, что они персы были, но мы пока не упоминали религию. Это религия зороастризма. Что вообще такое зороастризм? Зороастризм – это едино Божие. И зороастризм – это выбор по желанию человека, его души, добра или зла. И у зороастризма есть свой пророк Зороастустров, который, говорят, или родился в 7 веке до нашей, или в 10 веке, не уточняется конкретно. Но главное, говорят, что это было до иудаизма. И вот он, получив откровение свое, в 30 лет, якобы видел Ахурмазу, который и преподнес ему эту религию, чтобы он ее пошел и принес массам. Правильно. Но не сразу получилось. Потому что было язычество. Люди верили нескольким богам. Бог солнца, бог воды, ветра. Поэтому, а тут он пришел и сказал, нет, есть один же свой бог, который соединяет и который дает человеку возможность в себе воспитать или добро, или зло. Но знайте, что добро, оно всегда лит вверху, а зло ты всегда останешься внизу. Поэтому борьба бога Ахура Мазда, это тоже бог назывался, он за разрез. И сейчас у нас есть уже разрез разрешенный, поэтому Ахура Мазда есть бог такой. А вот зло называл Ахриманию, тоже в виде человека. Или Агримань, какой там, я не знаю, ваш источник. Или Ахриман, или Агриманию. И книга была написана на 12 тысяч страницах шкуры ПК, на шкурах ПК. Это Овеста у них, священная книга. Но, к сожалению, если почему мы думаем, что же там что-то за расстреление. А потому что когда в 530 году пришел Македонский, он что сделал? Он же все сжег. И то, что я вам рассказывала, вы думаете, откуда? Источники Геродоса. Там еще есть барельеф, там уже сам Ксеркс, прислуга, держит ему зонтик от жаря. И рядом, там мы будем проходить, есть постройки хозяйственные и постройки военных гарнизонов. То есть там они такие с глины. Вот этот гарем, который я вам сказала, вот такой. Его немножко сделали, как это, я забыла, как это, но... Ну, стилизовали, да, ну, как-то смешно. Это нам англичане, доктор, что такое смешно. Да, а внутри, когда пойдешь, например, там такие маленькие помники, что определишь, что в каждой помнике будет, смотри, жить, женщины, дети. И вот здесь у нас три захоронения. Вон там, вон там, вон там, совсем видите, вон там. Ну, чтобы просто готовы, вот, дрыли. Первый там. Это Дарий третий должен быть там подпадать. Здесь более-менее уже видно, есть захоронение. Здесь у нас Арстоксерокс третий. А вот здесь, куда мы с вами должны подняться потом, Арстоксерокс второй. Арстоксерокс второй. То есть один из потомков Дария, там уже идет Арстоксеркса. И это более Дарий, последний третий, последний третий могилы. Остальные четыре могилы в раннего периода, в главном захоронении, мы увидим с вами скоро, через пять километров, когда будем выезжать, когда будем выезжать, через секунду. Царя. Все здесь изображено опять-таки. А кто подвинется наверх, может посмотреть, там внутри есть такая дверь каменная, а саркофаги внутри. А это все перед захоронением. То есть я имею ввиду само натропие внутри. Во-первых, почему? Мы наверху от земли. Во-первых, надо не осквернять землю. Первая сеть, которая не оскверняет у Арстоксерокс, это земля. Вторая сеть, земля у них символика, значит осквернять нигде. Второе, это что у них? Вода. У них даже позже, вот при династии, вот говорили царь Шапура, Ардаширка, Сассаниды, появится новая богиня, Анафита. Божество воды, благодействие, рождение. Появится и начал строить мосты, потому что стал, вот именно после валерьяна, землями начал строить мосты, чтобы воду не было. Третье, это ветер. И четвертое, самое главное, это огонь. То есть огонь не просто зажечь и поклоняться. Огонь у них раз зажегся и горел. Все, что горело в других местах, от этого огня, то есть, что тлело, забирали, зажигали, разбывали у себя. Не знаю, как конкретно, но там еще есть свободные, я это вам расскажу. Видите, еще, я имею в виду, что 10 тысяч, ну понимаете как, 10 тысяч, я вам сказала, что символика. Может быть, они же не все здесь 10 тысяч были, может быть, остальные где-то были там, ну, тут же все-таки был нарцовый комплекс, может быть, охраняли внизу, внизу-то был город, мы с вами шли, внизу шли был город. Поэтому я имею в виду, если кто-то тут оставался, то для них место было выделено тут, это вот сказать. Потому что самих 10 тысяч вы только могли были, в то время они могли бы только увидеть, в этих, или на парадах, ну тогда, показал свои гадька, или в сражении. Потому что это 10 тысячная армия, у нее было два варианта. Или она выступает первой, потому что у нее такой, этот, как это, маневр, я забыла, ну, маневр. В наступление. Или она в конце, то есть, вот уже все все умирают, и она в конце, да. А когда я вам начала говорить, то говорят, земля-то, чтобы побед, побед. А еще, помимо того, вы что думаете, тело туда положили? Нет. Костенька, да? Костенька. Потому что здесь же прям раскладывали эти тела, например, вложили правителя. В этой могиле трое, потом умирает его жена, сын тоже хоронили, но это не важно. Это за той решеткой, которая вот там. Да, 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 да. Его австрийцы, то есть, говорят, что это, не говорят, а есть, просто как раньше было. Раньше оно было без человека. Раньше просто был круг. То есть, это как бы вращение солнца. Он назначал нам символику вращения солнца. То есть, он вообще будет цвета золотого. Когда Германия взяла черное, они были против, но они сказали, у нас другой цвет, поэтому... Кстати, орел это тоже, можно сказать орите. Почему? Потому что надо же, что он же ближе к солнцу. А орел же летает, поэтому это тоже. Но здесь вместо орла сидит старец. Почему? Потому что этот ангел хранитель, ангел добра. Старец это мудрость. То есть, человек должен себя так совершенствовать. То есть, прийти к какой-то определенной цели, мудрости и понять, что он вообще хочет в этой жизни. Поэтому он сидит на таком кольце. А кольцо это что, вы знаете, бесконечная жизнь. Человек тратит, умирает и так далее. Потому что здесь же нам говорят о продолжении жизни. То есть, после смерти. Это тоже говорят, что душа, она... Ну, это... Кринька. Кринька. Ну, в общем, я имею в виду душа, она и смерть. Извините, это слово я не могу. А вот это вот, видите, крылья в сторону. Они сделаны из трех. Раз, два, три. Первое, первое это крыло. Три, да. Э, это... Нет, такое же. Оно просто разрушено. Смотри, крыло и что-то еще. Крыло и что-то еще. То первое крыло, где три ряда. Видите? Как тешуя у вас. Что это означает? Это означает добрые мысли, добрые слова и добрые дела. Ну, мы так говорим, сердце. Если все это доброе, вы видите, вы наверху. А вот этот хвост из трех разделений. Плохие мысли, плохие слова, плохие дела. Поэтому все, если что, вы остаетесь. И вы здесь у него, видите, вы сидите. Вы сидите, а внизу этого кольца, вот это вот, какие-то две лапки, да? Он поставит и повернет именно в одну сторону. Его не сделали у нас здесь-то, как бы, впрямую. Потому что ты выбираешь только одну сторону. И две лапки это добро или зло. То есть куда ты выберешь, так твой ангел тебя туда и нападет. И обратите внимание, в руках, ну, там, то, что вы видите сверху, это лук. Лук это всегда, ну, тоже имеет такое значение, как, забыла это слово. В общем, я имею в виду, лук это тоже дает какое-то хорошее качество человеку. Поэтому у ангела тоже это есть лук. А в руках у него кольцо. А кольцо, это кольцо справедливости и кольцо вечности. То есть, ну, сейчас мы скоро увидим астральевты, когда правителя именно вот таким кольцом награждает, который, в настоящее время, придарь, дает это кольцо. Почему? То есть вечности и справедливости, то есть надолго правишь, и будешь править справедливо. Которые ничем не отличаются друг от друга. И вот видим полководцев. А вот на полководцев, посмотрите, военачальника. Каждый между собой, даже если он, пусть он перс, и снова перс встречается, но они между собой отличаются. Видите, кто рука так, кто в руке что-то другое. Видите, да? И обратите внимание, полководцы еще, как красиво видно, например, браслет. Видите, я имею в виду, у них должно быть что-то, ну, с драгоценной отличие какое-то, например. Они могут носить сережки, у них браслеты, у них вот ожерелье. Ну, это они, как это, ожерелье? И руки на плечи кладут. Да, это что, ну, дружелюбно, это же медеец, а это перс. А этот лотос, лотос тоже, как сказать, не говоришь. Лучших коней. Каждый год доставляли по 20 тысяч гривцов. Самые лучшие кони. Видите, хвостиком. Ну, естественно, пиво. Ой, пиво. 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 Народ. Ой, струбились еще. Нам просто показывают. Это была такая мастерская, например, начали, хотели что-то построить. А вам сложили вот эти камни, показать, как это делалось. Сначала складывали камни, а потом вытачивали там, что надо. Понятно. Да. Что получится. Что получится. Ну, как бы, что хотели. Но, если я вам скажу, что у ворот, и это может быть и бык. Потому что, если посмотрите на того готового уже, типа лошади, то он двукопытный. Поэтому быки. То есть, в основном, потому что все-таки быки, это символика здоровья и силы. И вот эти, видите, вот там, возле самой постройки, тоже какие-то глиняные первые. Первые. Вот тогда, когда Чикагский университет начинал расшифровывать запись клинописи, там нашли 3000 ведомостей глиняных, на которых и было написано, кто работал, сколько ему заработать. Я имею в виду, вы рассказали о самой империи. Не просто это все пришли. Да, плены, естественно. Но приглашали со всех вот этих народностей, со всех этих племен, им давали зарплату. А самое интересное, что там был в ведомости, где был уход от ребенка. То есть, женщина декрессная. Слизом после того, как в 77 лет умирают Золотустра, как всегда, все так похожи. И Мама Али, и Пророк Мухаммад, все знали, что их убьют. Ну, тоже интересно. Все знали, что их убьют. И вот готовились к этому. Специально отвернулись спиной. Вот у всех одинаково. Кстати, читаю про Золотустра, про Пророка Мухаммеда. Но они говорят, ну не хотят, ну что делать. Вот не хотят, пусть убивают. Пусть так живут, да. Ну, в общем, его тоже в 70 лет, его враг, который при его рождении не смог убить. И он был уже старцем, если ему 70 лет. Представьте тому, сколько уже. За 90. И он уже был такой старец, но он так мечтал его убить. Потому что, когда родился наш Золотустра, Золотустра, я не говорю, наш, то первый ребенок. Все, кто рождался, плакали, как обычно. А он засмеялся. И сразу около 20 демонов убил одновременно своим смехом. То есть, уже он подал такие знаки, что я вам тут покажу.